Добро пожаловать, ребят, на 10 этап Формулы 1 на Грам-при Великобритании. Что же, на этом этапе у меня были ожидания, то что я смогу повторить свой успех, какой он был на Макларене в первом сезоне карьеры. То есть, выиграть этот этап, но при этом я ожидал ожесточённое сопротивление от моих оппонентов, которые будут выступать на Мерседесах, Феррари и Редбуле. Квалификация, в принципе, далась спокойно, даже в 3 секторе я смог пройти на Мидиуме. И, забегая чуть вперёд, это был немного провальный вариант квалифицироваться на Мидиуме, поскольку моя стратегия будет всё равно в 1 пистоп, это будет Мидиум Харт, но у всех остальных будет стратегия в Софт Мидиум. И срок моих покрышек будет составлять такой же срок, как у моих оппонентов, но на более мягкой резине. Из чего можно сделать вывод, то что с шасси у нас всё очень плохо. В принципе, это можно даже увидеть по сравнению с другими командами, мы даже Вильямсу теперь уступаем по шасси. Из чего получается такая ситуация, то что мы можем проехать очень хорошо один конкретный круг, как это бывает в квалификации, но именно на расстоянии мы не можем так же хорошо ехать. Хотя, как я не пытаюсь, но всё равно это выходит у нас плохо, по крайней мере в последних этапах. Также на Северстоуне у нас есть немало прямых, на которых всё-таки мы будем отставать по отношению к Мерседесу, Феррари и даже к тому же Ранбулу. Поэтому у меня была основная ставка на второй сектор, где больше всего идёт поворотов, особенно связка Мэггс Бэггс, в которой я показал очень хороший результат, а именно по скорости я был быстрее всех там. Всё, что я чуть лучше выходил напрямую, но и под конец, соответственно, уже проигрывал на этой прямой. По квалификации у нас нет никаких там прям неожиданностей, как это было, к примеру, в Австрии, когда у нас два топ-болида не смогли выйти из первого сегмента и один был на грани даже вылета. Тут же всё уже нормально, всё как и должно, так сказать, быть. Кэт у нас, как обычно, квалифицируется во второй десятке, ну а я первый на пол-позишене. В принципе, как я и говорил, темп у нас есть на один круг, но не на всю гонку. Стратегию мне предложили Medium Soft, и я уже изначально понимал то, что эта стратегия никак не сработает, по крайней мере, потому что я просто не выдержу. У меня просто большой износ будет, и я не доеду до того момента, как мне нужно делать пистоп. Также на первом круге я ещё узнаю то, что у меня нет никакого свежего софта, и поэтому стратегия будет изменена. Ну и переходим к старту. Гарс на красном огне, я срываюсь с места, довольно неплохо сорвался, но Льюис тут же меня нагоняет, обходит меня справа, Вальтер и мне пытался слева обойти. Льюис почему-то притормозил у первого поворота, из-за чего я пошёл очень широко с выездом на зону безопасности, но благо никто ничего не повредил, и старт прошёл более-менее хорошо. Как это было, Вильямсы почему-то вообще наискосто стояли на стартовой прямой, ну окей, Вильямсы, что уж с них взять. Собственно, то, как я вылетел, этим воспользовался Вальтери, замедлением Льюиса, и прошёл тут же его. И, собственно, ну недолго я пролидировал, это ожидаемо было, Мерседес меня рано или поздно попередили, но попередили меня достаточно рано. Вальтери меня смог пройти уже на первой прямой, за счёт слепстрима и лучшего выхода. Также у них всё-таки софт, поэтому они ещё лучше выходят, чем я. И так же, да, мне приходилось страдать просто на своём мидиуме, дожидаясь того момента, пока софт у них начнёт уходить. Но, как я и сказал ранее, софт у них уходил так же, как мой мидиум, соответственно, я не получал никаких преимуществ по отношению к ним, даже на своём мидиуме. Ладно, вернёмся к гонке. Во втором секторе меня уже проходит и Льюис, пытается меня обойти на прямой, но не смог. Я слишком широко ухожу в скоростном правом повороте. Немного столкнулся с Льюисом, но без каких-либо повреждений. И уже в Мэггс Бэггс я всё-таки смог отвоевать свою вторую позицию. Ненадолго, опять же, на обратной прямой меня Льюис всё-таки прошёл. Фетли тоже пытался где-то протиснуться, но не смог найти место. Ну, а Льюис спокойно взял, да, и уехал вместе с Вальтер. Я, конечно, пытался за ним держаться, но всё-таки на мидиуме ты не особо удержишься за софтом на первых кругах. Ну, ладно, окей, позади у нас ещё есть две Феррари и два Рэдбулла, которых мне желательно бы не пропустить. Вряд ли два раза пытался меня атаковать, но все две попытки были неудачными. После чего он начал терять в темпе и по итогу отстал от меня больше на секунду. И уже с Ферстаппиным они там начали потихоньку бороться за позиции. Ну и, в принципе, там у них была небольшая группа, в которой проходила какая-то небольшая борьба. Я же в этот момент пытался всё время догнать Льюиса. Когда-то я его догонял там, когда-то отставал, потому что совершал где-то ошибки. Особенно это было во первом и третьем секторе. По поводу пистопа, на 12 круга я решил заехать всё-таки за своим хардом в тот момент, когда мои оппоненты заезжают за своим мидиумом. И хард уходил так же быстро, как и мидиум у моих оппонентов. За 4 круга у меня уже хард износился на 20%. Хард – самая жёсткая резина, плюс в Великобритании обычно самые жёсткие комплекты используются. Но тут он у меня работал по износу как минимум при этом. Ну окей, я знаю теперь, что лучше мне нужно будет качать. Надо каким-то образом теперь качать будет и двигатель, и шасси, поскольку с шасси у нас всё печально. Ботуса мы догнали очень быстро из-за того, что у него возникли проблемы с ДВС, что мне сообщил мой инженер где-то на 19-18 кругу. Люис его без проблем опередил, я же его тоже опередил, и соответственно теперь у нас шла борьба с Ферстапином за второе место. И борьба шла у нас довольно весело, довольно близко. На 22 круге из-за моей ошибки у меня смог обойти. И, соответственно, да, мне самое главное было не отстать от него больше, чем на секунду. Стоит больше, чем на секунду, всё, это провал, я уже точно не получу своё второе место. Соответственно, удержусь в зоне ДРС, я смогу кое-как ещё бороться с ним. Особенно на прямых, в принципе, за счёт степстрима я мог очень близко к нему держаться. Также активно я его нагонял в Копсе и в Мэггетс Бэггетс. Всё-таки аэродинамика у нас теперь самая лучшая, считается в пилотоне, поэтому мы неплохо проходим повороты, особенно такие довольно скоростные. Соответственно, на выходе я за счёт степстрима и ДРС подъезжаю к нему, ну и решил то, что, ну, опережу тогда сразу его, чего тут ждать. Самое главное тут обмениваться позициями так, чтобы по итогу я был в выигрышной ситуации, а не наоборот, чтобы мне пришлось ещё защищаться от Ферстапина на последнем кругу на этой самой прямой. На следующем круге, в принципе, ситуация повторилась, как на 22-м, меня Ферстапин обошёл, но я его обойти обратно, к сожалению, не смог. Ну, как к сожалению, я-то просто смогу, смог за ним удержаться рядом, поэтому мне надо было просто ждать либо последнего круга, либо того момента, пока я смогу точно его опередить, и он не сможет меня атаковать. Ну, соответственно, на последнем кругу я его решил атаковать. До этого, конечно, у меня были попытки также его атаковать, но я решил то, что лучше сберегу ресурсы, чтобы у меня были они на последний рывок, на последнем кругу, поскольку топлива у меня особо не было в запасе, ERS тоже очень быстро качался, соответственно, ну, нужно были какие-то ресурсы. Собственно, на 2-4 круга я его пытаюсь обойти, но он по-внутреннему смог меня снова контратаковать и спокойно вернуться в 2-ю позицию. Мой хард уже к этому моменту неплохо так износился, но я думаю, все-таки медиум был намного изношен у Ферстапина, нежели мой хард. На последнем кругу я все-таки обхожу Ферстапина и без каких-либо проблем завоевываю свое второе место. Конечно, не первое, как было в Макларне в первом сезоне, но все-таки, как по мне, все равно подиум есть подиум, и это очень даже хорошо. Конечно, да, в середине гонки, если честно, я думаю, вот бы неплохо было бы, если бы у кого-то из лидеров будут проблемы с ДВС. Конечно, опять пострадал больше всех Ботос, опять у него были проблемы, вот реально какой-то невезучий у него этот сезон, уже примерно 5-6 этапов, и все у него они прошли на смарку. Какие-то там он вылетел, каких-то он не смог нормально прорваться, где-то у него еще были какие-то проблемы и тому подобное. Но ладно, может быть, в оставшейся половине сезона ему повезет больше, чем Юису, и он сможет везде финишировать очень хорошо, и везде доезжать, нежели там Юису, который может быть где-нибудь, да будет сходить все-таки, рано или поздно. Также Ферстаппин неплохо у нас проехал, ну а Феррари как-то вот, Феттель поначалу неплохо ехал, но потом как-то у него темп упал, и причем не знаю из-за чего. Хотя, я потом посмотрел по записи, и у него нигде не было повезет, поэтому фиг его знает. Может быть, просто решил не изнашивать прям по максимуму свой двигатель, возможно, тоже был уже он сильно изношен, как у Вальтери, и поэтому он начал терять в темпе. Но, в принципе, далеко он не улетел, пятое место у него, и, в принципе, это неплохо, как по мне. Второе место за мной, третье за Ферстаппином, в принципе, изначально я думал, что мы будем бороться с Ферстаппином за третье место, но повезло, опять же, из-за проблем у Вальтери. Ну и, в принципе, да, мы на фоне Гасли теперь смотрятся еще лучше, еще один позиум, ух, скоро такими темпами и в Рэдбул, может быть, возьмут. Квят был очень и очень близк к очковой зоне, но не хватило ему чуть-чуть, ну, может быть, в следующий раз он сможет заработать свои первые очки, кто его знает. А то пока что как-то Туророса в основном держится на моих очках, на моих всех 90 очках, у Квята, к сожалению, пока ни одного. Ну, в принципе, там и у других команд тоже нет очков, там у Куин-Тяльфа вообще там он 2 очка за весь сезон пока что. Ну, про Вильям с моей говорить не будем, это как бы вообще там другая лига, так сказать. Контактов особо не было, там небольшие контакты только были, и все, ну и там, да, я часто довольно вылетал из-за того, что просто уже не хватало сцепления. Соперничество мы продолжаем выигрывать, по отношению к Гасли мы также начинаем неплохо уходить в отрыв, и, соответственно, ну, начинаем зарабатывать лишние очки, которые нам уже на следующем этапе понадобятся, поскольку в Германию мы проведем 4 мелких обновления, а в Германии мы будем заказывать одно глобальное, одно среднее и два мелких. Соответственно, на это все нужно немалое количество ресурсов, где-то 2000 точно. Поэтому я изначально думал, может стоит взять еще обновление в ДВСе, заказать, чтобы приехала нам эта мощность на Венгрию, но потом посчитал и понял то, что мне тогда не хватит на все обновления, которые желательно бы все-таки привести уже там к Монсе, особенно все лобовое сопротивление, чтобы у нас хоть какая-то была скорость, потому что с ДВСом я не думаю, что мы скоро к нему вернемся. Ну и надо будет задумываться про шасси, потому что с шасси у нас все очень и очень плохо. На этом все, ребят, с вами был Вархаммер, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до скорых встреч, пока-пока, и удачи вам!